Блаженный Августин. Исповедь. Книга 6. Часть 14. Мы, круг друзей, давно уже составляли планы свободной жизни вдали от толпы. Беседуя о ненавистных тревогах и тяготах человеческой жизни, мы почти укрепились в нашем решении. Эту свободную жизнь мы собирались организовать таким образом. Каждый отдавал свое имущество в общее пользование. Мы решили составить из отдельных состояний единый сплав и уничтожить в неподдельной дружбе понятия моего и твоего. Единое имущество, образовавшееся из всех наших средств, должно было целиком принадлежать каждому из нас и всем вместе. В это общество нас собиралось вступить человек десять. И среди нас были люди очень богатые, особенно один земляк мой, романиан, тесно сблизившийся со мной от самой ранней юности. Тяжкие превратности в делах заставили его тогда прибыть ко двору. Он особенно настаивал на этом обществе, и его уговоры имели большой вес, потому что его огромное состояние значительно превосходило средства остальных. Мы постановили, чтобы два человека, облеченные как бы магистратурой, в течение одного года заботились обо всем необходимом, оставляя прочих в покое. А потом стало нам приходить в голову, допустят ли это женушки, которыми одни из нас обзавелись, а я хотел обзавестись. После этого весь план наш, так хорошо разработанный, рассыпался прахом и был отброшен, и мы снова обратились к вздохам и стенаниям, к хождению по широким и торным путям века сего. Ибо много помыслов жило в сердцах наших. Совет же Господень стоит вовек. И, придерживаясь совета своего, ты смеялся над нашими планами и подготовлял свой, собираясь дать нам пищу во благовремене, раскрыть руку свою и наполнить души наши благоволением. 15. Тем временем грехи мои умножились. Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, приросшее к ней, разрезали, и оно кровоточило. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставишь со мной моего незаконного сына, прижитого с ней. 16. Я же несчастный, не в силах был подражать этой женщине, не вынеся от срочки девушку, за которую я сватался, я мог получить только через два года. Я, стремившийся не к брачной жизни, а раб похоти, добыл себе другую женщину, не в жены, разумеется. 17. Болезнь души у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычки, гнавшей меня под власть жены. 18. Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей. 19. Жгучая и острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно. 20. Тебе хвала, тебе слава, источник милосердия. 21. Я становился все несчастнее, и ты все ближе. 22. Надо мной была уже десница твоя, готовая вот-вот выхватить меня из грязи и омыть, но я не знал этого. 23. От омута плотских наслаждений, еще более глубокого, меня удерживал только страх смерти и будущего суда твоего, 23. Который при всей смене моих мыслей никогда не покидал моего сердца. Я рассуждал с моими друзьями о липием и небридием, о границе добра и зла. 25. Я отдал бы в душе свое первенство Эпикуру, если бы не верил, что душа продолжает жить и после смерти, и ей воздастся по заслугам ее. 26. Эпикур в это верить не желал. 27. Я спрашивал себя, если бы мы были бессмертны, если бы жили постоянно, телесно наслаждаясь, и не было страха это наслаждение потерять, то почему бы и не быть нам счастливыми, и чего еще искать? Я не знал, что о великом бедствии как раз и свидетельствует то, что опустившийся и слепой, и о ни силах постичь ни света честной добродетели, ни красоты, которая следует стремиться бескорыстно, и которую не видит плоской глаз. 29. Он видится внутренним зрением. 31. Я не понимал несчастный, из какого источника вытекала сладость беседы даже о таких гнусностях. 31. Почему я не мог быть счастлив без друзей, хотя плоских наслаждений было у меня тогда сколько угодно? 32. Этих друзей я любил бескорыстно и чувствовал, что и меня любят бескорыстно. 32. О пути извилистые! 33. Горе дерзкой душе, которая надеялась, что, уйдя от тебя, она найдет что-то лучшее. 34. Она вертелась и поворачивалась и сбоку, и на бок, и на спину, и на живот. Все жестко. 35. В тебе одном покой. 36. И вот ты здесь. Ты освобождаешь от жалких заблуждений и ставишь нас на дорогу свою. 36. И утешаешь и говоришь, бегите. 37. Я понесу вас и доведу до цели, и там вас понесу. Книга седьмая. Уже умерла моя молодость злая и преступная. Я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза. Я не представлял тебя, Господи, в человеческом образе, с тех пор, как я стал прислушиваться к голосу мудрости. 40. Я всегда обижал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в православной церкви твоей, духовной матери нашей. 41. Мне не приходило, однако, в голову, как иначе представить тебя. 41. Я пытался, я человек, и такой человек, представить тебя высочайшего, единого, истинного Бога. 42. Я верил всем сердцем, что ты не подлежишь ни ухудшению, ни ущербу, ни изменению, не знаю, откуда и как, но я отчетливо видел и твердо знал, что ухудшающиеся ниже того, что не может ухудшаться. 42. Я, не колебляясь, предпочитал недоступные ущербу тому, что может быть ущерблено. 43. То, что не терпит никакой перемены, лучше того, что может перемениться. 44. 44. 45. 45. 45. 47. 48. 48. 49. 49. 49. 49. 50. 50. 50. 50. 51. 52. 52. 52. 52. 52. Вообще принять какую-либо форму или иметь возможность ее принять. Среди каких форм привыкли блуждать мои глаза, среди таких же подобий блуждало и мое сердце. Я не видел, что та способность, с помощью которой я создавал эти самые образы, не есть нечто им подобное. Она не могла бы создать их, если бы не была чем-то великим. Я представлял себе так жизнь, жизни моей, что ты, великий, на бесконечном пространстве, отовсюду проникаешь огромный мир, и что ты разлит и за его пределами по всем направлениям в безграничности и неизмеримости. Ты на земле, ты на небе, ты повсюду, и все оканчивается в тебе. Тебе же нигде нет конца, и как плотный воздух, воздух над землей, не мешает солнечному свету проходить сквозь него и целиком его наполнять, не разрывая и не раскалывая. Так думал я и тебе, лекоб пройти не только небо, воздух и море, но также и землю. Ты проникаешь в все части мира, самые большие и малые, и они ловят присутствие твое. Своим таинственным дыханием изнутри и извне управляешь ты всем, что создал. Так предполагал я, не будучи в силах представить себе ничего иного. И это была ложь. В таком случае большая часть земли получила бы большую часть тебя, а меньшая — меньшую. Ты наполнял бы собою все, но в слоне тебя было бы больше, чем в воробье, и настолько, насколько слон больше воробья и занимает больше места. Таким образом, ты уделял бы себя отдельным частям мира по кускам, большим давал бы много, а малым — мало. На деле это не так, но ты не осветил еще мрака, в котором я пребывал. Достаточно для меня было, Господи, против этих обманутых обманщиков и немых болтунов, не от них ведь звучало слово твое. Достаточно мне было того вопроса, который уже давно, еще с карфагенских времен, любил предлагать Небриди. Все мы, слушавшие его тогда, пришли в смущение. Что сделало бы тебе это неведомое племя мрака, которое они обычно выставляют против тебя, как вражескую силу, если бы ты не пожелал сразиться с ним? Если бы они ответили, что оно причинило бы тебе некоторый вред, то оказалось бы, что ты уступаешь силе, и тебе можно причинить ущерб. Если бы они сказали, что оно тебе ничем повредить не могло, то исчезла бы всякая причина для борьбы, и такой борьбы, при которой некая доля твоя, порождение самой сущности, твоей смесилось с враждебными силами и существами, не тобой и созданными, и оказалось настолько ими испорчено и изменено к худшему, что вместо блаженства очутилось в скорби и потребовало подмоги, чтобы вырваться и очиститься. Это вот и есть душа, на помощь которой пришло твое слово, к рабе свободное, к запятнанной чистое, к порочной святое, хотя и доступная пороку, как происшедшая от одной и той же сущности. Итак, если бы они сказали, что ты, каков ты есть, то есть сущность твоя, тебя выражающая, не может стать хуже, то все их утверждения лживы и отвратительны. Если же они скажут, что может, то это ложь, от которой с первого же слова надо отвратить. Этих доказательств достаточно против них, кого всячески следовало изблевать, освободив от них, от их гнета свое сердце. Они не могли вывернуть из этого противоречия бесстрашного кощунства, сердечного и словесного, заключавшегося в подобных мыслях и словах о тебе. Хотя я и утверждал, что ты не порочен, постоянен и совершенно неизменяем, я твердо верил в это. Бог наш, истинный Бог, который создал не только души наши, но и тела, не одни души наши и тела, но все и всех. Для меня, однако, не было еще ясно и распутана причина зла. Я видел только, что какова бы она ни была, ее надо разыскивать так, чтобы не быть вынужденным признавать Бога, не знающего измены, изменяющимся, не стать самому тем, что искал. И так я спокойно занялся своими поисками, уверенный в том, что нет правды в их словах. Я всей душой удалялся от них, видя, что ища, откуда зло, они сами преисполнены злобности, и поэтому думают, что скорее ты претерпишь злое, чем они совершат зло. Я старался понять слышанное мною, а именно, что воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло и терпим справедливый суд твой. И не в силах был со всей ясностью понять эту причину. Стараясь извлечь из бездны свой разум, я погружался в нее опять, часто старался и погружался опять и опять. Меня поднимало к свету твоему то, что я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то я твердо знал, что не кто-то другой, а именно я хочу или не хочу. И я уже вот-вот постигал, где причина моего греха. Я видел, однако, в поступках, совершаемых мною против воли, проявление скорее страдательного, чем действенного начала, и считал их не виной, а наказанием по справедливости меня поражающим. Представляя тебя справедливым, я быстро это признал. И однако я начинал опять говорить, кто создал меня? Разве не Бог мой, который не только добр, но и есть само добро? Откуда же у меня это желание плохого и нежелание хорошего, чтобы была причина меня по справедливости наказывать? Кто вложил в меня, кто привил ко мне этот горький побег, когда я целиком ишел от сладчайшего Господа моего? Если виновник этому дьявол, то откуда сам дьявол? Если же и сам он по извращенной воле своей из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел, совершенный, создан был благим создателем? И я опять задыхался под тяжестью этих размышлений, не спускаясь, однако, до адской бездны того заблуждения, когда никто не исповедуется тебе, считая, что скорее ты можешь стать хуже, чем человек совершить худое. Так старался я дойти до остального, подобно тому, как уже дошел до того, что не ухудшающиеся лучше, чем ухудшающиеся. Поэтому я исповедовал, что ты, кем бы ты ни был, не можешь стать хуже. Никогда ни одна душа не могла и не сможет представить себе нечто, что было бы лучше тебя, которое есть высшее и совершенное добро. И так как по всей справедливости и с полной уверенностью надо предпочесть, как я уже предпочитал, не ухудшающиеся ухудшающемуся, и обратить внимание, откуда зло, то есть источник ухудшения, которому никоим образом не может подвергнуться сущность твоя, да никоим образом не может стать хуже Господь наш, ни по какой воле, ни по какой необходимости, ни по какому непредвиденному случаю, ибо Он есть Бог, и то, чего Он для Себя хочет, есть добро, и Сам Он есть добро. Стать не хуже, в этом нет добра. Тебя нельзя принудить к чему-нибудь против воли, ибо воля твоя не больше твоего могущества. Он была бы больше, если бы ты сам был больше самого себя, но воля и могущество Бога – это Сам Бог. И что непредвиденного может быть для тебя, который знает все, Каждое создание существует только потому, что ты знаешь Его. И зачем много говорить о том, что божественная сущность не может стать хуже? Если бы могла, то Бог не был бы Богом. 5. И я искал, откуда зло, но искал плохо, и не видел зла в самих розысках моих. Я мысленно представлял себе все созданное, и то, что мы можем видеть, например, землю, море, воздух, светило, деревья, смертные существа. И для нас незримое, например, твердь Вышнего Неба, всех ангелов и всех духов. Даже их, словно они были телесны, разместило то тут, то там воображение мое. Я образовал из созданного тобой нечто огромное и единое, украшенное существами разных родов. Были тут и подлинные телесные существа, и вымышленные мной в качестве духовных. Это нечто я представил себе огромным, не в меру настоящей своей величины, мне непостижимой, но таким, как мне хотелось, и отовсюду ограниченным. Ты же, Господи, со всех сторон окружал и проникал его, оставаясь во всех отношениях бесконечным. Если бы, например, всюду было море и во все стороны простиралось в неизмеримость одно бесконечное море, а в нем находилась бы губка любой величины, но конечный, то в губку эту со всех сторон проникло бы, наполняя ее неизмеримое море. Так думал я, и твое конечное творение полно тобой бесконечным. И говорил, «Вот Бог, и вот то, что сотворил Бог. Добр Бог, и далеко-далеко превосходит создание свое. Доброе он сотворил доброе, и вот каким-то образом окружает и наполняет его. Где же зло, и откуда и как сползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, самый страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце. Зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся. А следовательно, или есть зло, которого мы боимся, или же самый страх есть зло. Откуда это, если все это создал Бог, добрый, доброе? Большее и высочайшее добро создало добром меньшее, но и творец, и тварь добрых. Откуда же зло? Не злой ли была та материя, из которой он творил? Он придал ей форму и упорядочил ее, но оставил в ней что-то, что не превратил в доброе. Почему это? Или он был бессилен превратить и изменить ее всю целиком так, чтобы не оставалось ничего злого? Он всесильный. И, наконец, зачем захотел он творить из нее, а не просто уничтожил ее силой этого же самого всемогущества? Или она могла существовать и против его воли? А если она была вечна, зачем позволил он ей пребывать в таком состоянии бесконечное число времен, и только потом угодно ему стало что-то из нее создать? А если вдруг захотел он действовать, не лучше ли было ему всемогущему действовать так, чтобы она исчезла и остался бы он один, цельная истина, высшее и бесконечное добро? А если нехорошо ему доброму изготовить и утвердить нечто недоброе, то почему бы уничтожив и сведя в ничто материю злую, не создал он сам добрый, из которой сотворил бы все? Он не может быть всемогуществом, не может утвердить ничего доброго без помощи материи, не им утвержденной. Такие мысли думал и передумывал я в несчастном сердце своем, которое тяготил и грыз страх смерти и сознание, что истина не найдена. Столько, однако, держалась у меня в сердце церковная православная вера в Христа твоего Господа и Спасителя нашего. Во многом, правда, еще не ясная, без опоры в догматах. Но она не покидала души, и со дня на день все больше и больше ее проникая. Я отбросил уже лживые предсказания нечестивые бредни математиков. Да исповедает душа моя из самых глубин своих Твое милосердие ко мне, Господи. Ты один ты, ибо кто другой может вернуть нас из смерти всякого заблуждения, как не жизнь, которая не знает смерти. Мудрость, которая освещает темные души, сама не нуждаясь ни в каком свете, и правит всем в мире вплоть до облетающих листьев. Ты позаботился послать человека, который излечил бы упрямство, с каким спорил я с Венецианом, стариком острого ума и небридием, юношей чудесной души. Первый настойчиво утверждал, второй часто повторял, с некоторым колебанием, правда, что наука предсказывать будущее не существует, человеческие же догадки часто приобретают силу оракула. Предсказатели не знают того, что произойдет, но говоря о многом, натыкаются на то, что действительно произойдет. И вот ты послал мне друга, любившего совещаться с астрологами. Был он не слишком осведомлен в их писаниях, но, как я сказал, из любопытства с ними совещался. Знал он, по его словам, от отца и один факт, но только не подозревал, каким оружием для опровержения этой прославленной науки является этот факт. Человек этот звался Хирмином, был хорошо образован и владел изысканной речью. Однажды он стал советоваться со мной, как с человеком близким, о некоторых своих делах, одушевлявших его горделивыми мирскими надеждами, и спросил, «Как я думаю по поводу так называемых его созвездий?» Я начинал уже склоняться к мыслям небридия и не отказался высказать ему и свои догадки, и то, что приходит в голову человеку колеблющемуся. Я добавил, что почти убедился в смехотворной пустоте этих предсказаний. Тогда он мне рассказал, как интересовался подобными книгами его отец. У него был друг, одновременно с ним погруженный в эти занятия. Одинаковые рвения и совместные занятия такими пустяками еще раздували их пыл. Они замечали время, когда разрешались от бремени домашние животные, если это случалось дома, и, соответственно, этому времени положение светил. Так набирались они опыта в своей мнимой науке. Фермин рассказывал со слов отца, что когда его мать была им беременна, то случилась в тягости какая-то служанка отцова друга. Обстоятельство это не могло укрыться от хозяина, который стремился точнейшим образом знать даже время, когда щенилось его собаки. И вот когда отец Фермина очень точно и внимательно высчитывал для своей жены дни, часы и малейшие доли часа, а приятель его занимался тем же для своей служанки, случилось так, что обе женщины родили одновременно. Оба были вынуждены составить до мелочей одинаковый гороскоп, один для сына, другой для раба. Когда начались роды, оба стали замечать, что делается дома у каждого, и определили людей, которых бы посылали одного за другим, чтобы каждому сразу же было сообщено о рождении ребенка. Так как у себя дома были они владыками, то им ничего не стоило обеспечить непрерывную доставку сведений. И вот посланцы из обоих домов рассказывал, он встретились на равном расстоянии от одного и другого дома. Пришлось отметить, что и положения звезд, и время рождения совпадают. И тем не менее, Хермин, сын видных родителей, стремительно двигался по широкому пути этого мира. Богатство его увеличивалось, а почет возрастал. Раб же нес обычное рабское иго, не ставшее ничуть легче, и служил своим господам, как рассказывал мне сам Хермин, его знавший. Когда я выслушал этот достоверный рассказ, Хермин заслуживал доверия, то все мое сопротивление рухнуло. Прежде всего, я попытался в самом Хермине уничтожить его любопытство. Я сказал ему, что наблюдения над его звездами позволяли бы мне извлечь и зречь правду, если бы в этих звездах я увидел его родителей, занимающих первое место в своем кругу, знатную провинциальную семью, происхождение от свободных предков, прекрасное воспитание. Если бы тот раб советовался со мной, ссылаясь на те же звезды, он ведь родился под одинаковыми с Хермином, то чтобы сказать ему правду, мне опять-таки надо было увидеть в них семью, пребывающую в полном унижении, рабское состояние и вообще жизнь совершенно отличную от первой, и очень от нее далекую. А из этого следовало, что я, наблюдая одно и то же, должен, чтобы сказать правду, говорить разное. Если бы я говорил одно и то же, я бы солгал. Отсюда совершенно точный вывод. Правду говорят по звездам не на основании данных, а случайно и лгут не по невежеству в науке, а потому что случайно обманулись. С этого открылся ход мыслям, которые я жевал и пережевывал. Я хотел вот-вот напасть на сумасбродов, живущих этим заработком, осмеять их и опровергнуть, но боялся, что возражая мне, они скажут, что или Хермин мне, или отец ему сказали неправду. Поэтому я стал внимательно наблюдать за близнецами, которые в большинстве случаев появляются на свет один за другим, через такой короткий промежуток времени, что как бы ни было велико по настояниям математиков его значение, но наблюсти его человеческим глазом невозможно, а тем более отметить в записи, которую должен поглядеть математик, чтобы его предсказание было правдиво. Правдивым оно и не будет, потому что, глядя на ту же самую запись, он должен был бы сказать и Саву, и Якову одно и то же. А ведь судьба обоих была вовсе не одинаковой. Он, следовательно, сказал бы неправду, а если бы сказал правду, то должен был бы сказать не одно и то же, хотя и глядел в одну и ту же запись. Значит, правду он сказал бы, руководясь не наукой, а случайно. Ты же, Господи, правящий миром по всей справедливости, тайно внушаешь спрашивающие и отвечающие об этом и не подозревают дать спрашивающему такой ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души, ответ, идущий из глубины праведного суда твоего. Пусть же не отвечает на него человек, что это, как это, пусть не отвечает, пусть не отвечает. Он только человек. Так освободил ты меня, помощник мой, от этих пут, но я продолжал искать, откуда зло, и выхода не было. Ты же не позволял волнению мыслей унести меня прочь от моей веры. Ты существуешь, и сущность твоя неизменяема. Ты питешься о людях и судишь их, и в Христе, Сыне твоем, Господе нашим, а также в Священном Писании, которое церковь твоя незыблемо утверждает. Ты дал путь к спасению и будущей жизни. Эта вера окрепла и непоколебимо жила в душе моей, и все же, не зная покоя, спрашивал я себя, Откуда зло? Боже мой, как мучилось родовыми схватками сердце мое, как оно стонало! И к нему преклонил ты ухо свое, но я об этом не знал. Упорно искал я в молчании, но громкие вопли поднимались к тебе, милосердному, безмолвные душевные терзания мои. Ты знал, что я терплю? Люди нет. Как мало язык мой доводил об этом до ушей самых близких друзей моих! Разве тревога души моей, передать которую не хватило бы мне ни времени, ни слов, была им слышна? Все обращались к слуху твоему. Все обращалось к слуху твоему. Я кричал от терзания сердца моего, перед тобой желание мое, и света очей моих не было у меня. Ибо он был внутри, а я жил вовне. Свет этот не в пространстве. А я обращал внимание только на то, что занимает место в пространстве, и не находил там места для отдыха. Мир вещественный не принимал меня так, чтобы я мог сказать, довольна, хорошо, и не отпускал вернуться туда, где мне довольна было бы и хорошо. Я стоял выше этого мира и ниже Тебя, и Ты, Господи, истинная радость. Мне, Тебе покорному, покорил бы всю тварь, стоящую ниже меня. Таково было истинное соотношение, и тут посередине пролегал путь к спасению, оставаться по образу Твоему и служа Тебе господствовать над телом. Продолжение следует...